Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин, и сегодня мы обсудим с вами несколько ошибок, которые допускают начинающие туристы при использовании своего снаряжения и при уходе за ним. Начнем, наверное, с одной из самых дорогих вещей в туристическом снаряжении – это спальный мешок. Хороший, качественный, особенно пуховый спальный мешок стоит достаточно дорого. И хочется, чтобы эта вещь служила долго, верой и правдой, не теряла в своих качествах, так же хорошо нас грело, как в первый день, когда мы достали его из упаковки. Что для этого нам необходимо делать? На самом деле есть масса различных тактик и фишек, как продлить жизнь спальному мешку. Но начнем, наверное, с самой распространенной ошибки, которую делает большинство новичков. Когда мы покупаем спальный мешок, приносим его домой, он у нас лежит либо в компрессионном чехле, либо просто в каком-то мешке. Мы этот спальник достаем и видим, что он аккуратненько сложен и аккуратненько свернут. И мы думаем, ну, наверное, так и нужно делать. На самом деле нет, совсем нет. И это основная ошибка, которую делают новички. Они впоследствии стараются аккуратно складывать спальный мешок, стараются, чтобы все было красиво, чтобы вот он прослужил подольше, на самом деле оказывая тем самым спальнику медвежью услугу. Потому что если мы складываем спальник одним и тем же образом, одним и тем же образом его сворачиваем, мы получаем деформацию утеплителя в местах постоянных сгибов. То есть если мы сгибаем спальник в одном и том же месте постоянно, когда его укладываем, плюс потом сжимаем все это дело компрессионным мешком, например, то в месте сгиба утеплитель у нас деформируется, и получается такой некий мостик холода. Утеплитель постепенно истончается, и через это место холод проникает внутрь спального мешка. Это, наверное, самая распространенная ошибка, которую допускают новички в использовании спальных мешков. Поэтому, как правильно упаковывать спальный мешок в компрессионный чехол, в рюкзак, в любой другой мешок и емкость, где вы храните спальник? Хаотично! Вот, казалось бы, нас с детства учат, что с вещами нужно обращаться аккуратно, аккуратненько их складывать, и тогда они будут дольше служить. Но со спальником это не работает. Как правильно упаковывать спальник в компрессионный мешок, в чехол или просто в рюкзак? Мы берем спальник и хаотично, максимально хаотично заталкиваем его в эту емкость, где мы его храним. Получается, что спальник и утеплитель в нем изгибаются каждый раз в новом месте, и не так быстро деформировать. Соответственно, утеплитель нас будет дольше греть, а спальник дольше нам служить. Это первые моменты, наверное, самая распространенная ошибка. Ошибка номер два, тоже касающаяся спальника. Возвращаясь домой, мы разбираем рюкзак, раскладываем наши вещи, достаем чехол спальником и закидываем его куда-нибудь в шкаф. И это неверно. Спальник нужно извлечь из чехла, из компрессионного мешка, из той емкости, где он находится в сжатом состоянии, и либо положить его в специальную сетку для хранения, где спальник может полностью распушиться и набрать объем. Эти сетки последнее время производители кладут в комплекты со спальниками. Ну, если такой сетки нет, то ее запросто можно сшить самому или купить на Алиэкспресс, если самому лень. В общем, укладываем спальник в такую сетку, в какую-нибудь обширную сумку. Если таких вещей у нас нет, можно просто повесить спальник на вешалку и повесить в шкаф. Суть в том, что внутри компрессионного чехла спальник постоянно находится в сжатом состоянии. Утеплитель от этого деформируется и постепенно деградирует. То есть он каждый раз распушается чуть меньше, когда мы достаем его из компрессионника. Поэтому срок вот этой компрессии нужно максимально сокращать. Понятно, что в условиях похода это необходимая мера, потому что иначе спальник займет слишком большой объем нашего рюкзака. Поэтому мы его и сжимаем. Но когда мы возвращаемся домой, такой необходимости у нас нет. И чтобы продлить жизнь утеплителю, лучше этот спальник достать и дать утеплителю набрать его полный объем. Это, как я уже сказал, можно сделать, положив спальник в специальную сетку, повесив его на вешалку или просто закинуть его куда-нибудь на свободные антресоли под кровать, где спальник сможет набрать свой объем. Кстати, если еще не подписан на наш инстаграм, обязательно перейди по ссылочке в описании и подпишись. Там шикарнейшие фотографии из наших походов и путешествий, которые выходят раньше, чем видосы на ютуб канале. А также там есть то, чего в видосах и не увидишь. Если хочешь стать чуть-чуть ближе к нам и узнать чуть-чуть побольше о нашей жизни, подписывайся на наш инстаграм. Третья ошибка. Когда мы возвращаемся домой, достаем спальный мешок, смотрим, что он сухой и убираем его на хранение. На самом деле, когда мы ходим в походы зимой, в межсезонье, то есть весной, осенью и даже в летние походы, спальник у нас отсыревает. Даже если внешне, когда мы проводим по нему рукой, нам кажется, что он сухой, все равно, когда мы ночуем в спальнике, мы потеем. Наше тело выделяет влагу. Этот пот по-хорошему должен проходить через утеплитель спальника и отправляться вовне, оседая конденсатом либо на палатке, либо на внешней ткани спальника. Но даже очень хороший утеплитель не проводит весь пот. И часть этой влаги оседает внутри утеплителя. Соответственно, эту влагу нам нужно просушить, если мы не хотим, чтобы утеплитель деградировал, если мы не хотим получить неприятный запах у спальника, и если мы не хотим, чтобы в спальнике завелась плесень. Такое тоже бывает. Поэтому, возвращаясь домой, мы вывешиваем спальник где-нибудь на открытые пространства и даем ему повисеть хотя бы несколько часов, чтобы утеплитель внутри распушившись просох. Если есть возможность, то вообще идеально вывесить спальник где-нибудь на солнышке, чтобы ультрафиолетовые лучи сделали ему еще дополнительную, так сказать, дезинфекционную обработку. Также это будет не лишним делать в условиях похода. Если поход длительный, скажем, неделя или две, то где-нибудь в ясный солнечный день достать спальник, повесить его где-нибудь на ветку или просто сверху кинуть его на палатку. И тем самым мы получим более комфортный и качественный сон. Утеплитель просыхает, конденсат, который выпадал на спальник, наш пот, который не прошел целиком через утеплитель, испаряется и мы получаем более качественное снаряжение. Ошибка номер четыре, также касающаяся спальных мешков. Начинающие туристы чуть ли не после каждого похода стирают свои спальные мешки. Понятно, что это проявление чистоплотности и в каких-то таких жизненных аспектах оно может быть полезным, но при использовании туристического снаряжения стирка зачастую портит снарягу. Чем реже мы стираем спальные мешки, тем дольше они нам будут служить. Отдельная тема это стирка спальных мешков, потому что недостаточно просто их стирать, нужно делать это еще и правильно. Иногда стирка идет спальным мешкам на пользу. Например, если это пуховый спальный мешок, мы долго им пользовались. Здесь пух накапливает жир, который мы выделяем вместе с потом, когда ночуем в спальном мешке. Этот жир оседает на пухе и пух плохо распушается. Чтобы этот жир смыть, нам необходимо спальник правильным образом постирать и пух опять распушится. Но, если у нас есть возможность спальный мешок не стирать, лучше это сделать. Но начинающий турист мне ответит, как же так? Я что, буду спать все время в грязи? Меня об этом не предупреждали, когда звали в поход. На самом деле, суть заключается в том, чтобы спальный мешок как можно дольше не пачкать, чтобы как можно дольше сохранить его чистым. Как мы можем это сделать? Основная грязь, которая попадает в спальный мешок, попадает от нашего тела. Как я уже сказал, вместе с потом мы выделяем кожный жир. Этот жир остается на поверхности спального мешка. Очень редко, когда спальник пачкается снаружи, какими-то внешними факторами. Все-таки, если мы ночуем в палатке, там достаточно чисто. Ну, относительно чисто. Поэтому основная грязь попадает с нашим телом. Как мы можем это предотвратить? Самый простой и распространенный способ спать в термобелье. Или в какой-то другой одежде, которая покрывает открытые участки нашего тела. И не дает вот этому кожному жиру попадать на внутренник нашего спальника. Таким образом, мы продлеваем ему жизнь. Это, наверное, самый распространенный способ. Способ номер два. Это лайнеры. Некие такие вкладыши в спальник выглядят как простыня. Раньше, в начале 2000-х, в 90-е годы, мы шили эти лайнеры из простыней. Брали простыню, складывали ее пополам и сшивали ее в трубу. В этой трубе и ночевали. Опять же, изолируя наше тело, изолируя открытые участки нашего тела от внутренника спальника. Сейчас подобные лайнеры можно купить в магазинах, на Алиэкспрессе. И они действительно работают, продлевают жизнь спальника. У них есть один определенный минус. Они добавляют веса в наш рюкзак. Если термобелье мы так или иначе, скорее всего, с собой в поход берем, то вот эта вот штука, она исключительно для сна и повышает вес нашего спального комплекта. Но есть у нее и плюсы. Она добавляет несколько градусов к температуре комфорта спальника. То есть, нам попросту становится спать теплее. А в летнее время мы можем просто расстегнуть спальник и спать вот в этом вкладыше. Тоже бывает удобно. Так что выбирайте вариант для себя. Но суть заключается в том, чтобы как можно реже стирать спальный мешок. Для этого мы стараемся максимально его не пачкать. Такие вот простые советы, которые помогут новичку в продлении жизни его снаряжения. Пишите в комментариях свои варианты ухода за снаряжением. Будет очень интересно почитать. Если было полезно, ставьте лайк. Буду продолжать эту тему. Она достаточно обширная. И, конечно же, ходите в поход, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!